Светить всегда, светить везде, до дней последних донца светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце, как у Маяковского. Что за чудо эта женщина, словно солнечная батарея, подпитывает она своей энергией всех и каждого. Наверное, в Саянске Галину Бачкову активистскую затейницу, которая без дела и дня прожить не может, знает каждый. Когда надо, емкое и весомое слово скажет, да не в бровь, а в глаз. А надо и праздник организует, и человека поддержит, и помощь необходимую окажет. Грамоты, вот по них можно судить, по этим грамотам, чем я занималась вот эти 10 лет, находясь на пенсии. Какие только эти мероприятия, так сказать, не посещала и что только не вела. И я бы из этого не могу. И многие удивляются и поражаются. Ну, я вот как-то пыталась, ну, все равно я живу, ну, уже и возраст, и здоровье, и все остальное прочее. Но, ну, даже вот что-то, если приболел день, если я полежала, я все, я потом вообще, я уже такая больная, что если это, поэтому, ну, нет, пока ножки ходят, голова работает, надо бегать, заниматься всем, всем, всем на свете, чем только можно. Жизнелюбию Галины Прокопьевны позавидуют каждой. Главное, не сдавать позиции, не опускать руки и быть на позитиве, считает она. Пусть говорят, что мы в возрасте стали, пусть говорят, что пора на покой, этих советов нам слушать не надо, если нас песня зовет за собой, эй, рула, ты рула, ты рула, ты рула, ты рула, и так далее. Я группу здоровья посещаю, когда, если возможно, на себя-то времени маловато остается, в бассейну, допустим, люблю вообще бассейн. Вот, потом я сейчас в городском совете ветеранов отвечаю за спортивную работу. Там-то вот третий год уже идет спартакеада городская в течение вот это. И вот каждому уже раз в месяц я должна собрать команду, создать, собрать людей, кто умеет стрелять, плавать. Ну и легкая атлетика у нас, потом дартс, потом шашки, теннис. Вот буквально на прошлой неделе у нас прошли соревнования по теннису. Вот, поэтому вот это уже вот как бы моя бизнес. Родом Галина Прокопьевна из города Зимы, росла в многодетной семье, пятеро детей на ноги ставила мама, поскольку отец рано умер. Всю жизнь, рассказывает наша героиня, мечтала стать преподавателем русского языка и литературы. Закончила педкласс вечерней школы по специальности воспитатель детского сада, проработала четыре года в детсаде Зимы. Затем молодая семья Владимира и Галины Бачковых перебралась в строящийся Саянск. Если бы не случилась вот эта стройка, то мы бы жили, конечно, не в квартирах, а в обычных частных домах. Я думаю, что навряд ли мы куда-то бы уехали, потому что как-то так особых тогда стремлений куда-то молодежь сильно не уезжала. Я пошла в детский сад первый вначале, я поступила самый, ну, первый был единственный. Пока была в декретном, потом шла в декрет, значит, у нас при школе филиал, 30-й детский сад открылся. Пока мы там работали, значит, построился еще один сад, вот он стал 30-м, перешли в это здание, в это помещение. Вот, ну, таким образом, а потом, значит, при ЖКО вот эти детские дворовые клубы, все равно у меня как-то стремление и желание было работать с более старшими детьми. Хотя вот в общежитии, мы же в общежитии тоже были же, а не заводские. С молодежью сколько работы проводили. Я помню, вот комитет комсомолов тогда был, он занимался молодежью. Вот Ира Романенко там работала, Писарев потом, Руслан, значит, возглавил комсомольскую организацию. Вот, и в то время, значит, вот занимались работой вот такой с молодежью. Ну, было здорово, проводились только вечеров, всяких конкурсов, мероприятий, соревнования какие-то. Было, я говорю, ну, вот все это в этом плане классно. В те времена, в переустановлении и расцвета страны, молодым смелым было все по плечу. Время было золотое для развития детских дворовых клубов, где Галина работала замначальника жилищно-коммунального отдела при химическом предприятии. Завод был богатым, вот, и выделялись путевки. И ежегодно мы с детскими клубами, с ребятами, значит, ну, с лучшими из клубов выбирали ребят. И возили их, экспедиция называлась «Моя родина СССР». Вот, представьте, СССР. Мы объездили всю страну. И на Украине были, и на Кавказе были. Во время перестройки Галина перевелась в цех производства пластмасс-химзавода приемщиком сырья, материалов и готовой продукции. Непосредственно на заводе, непосредственно ездила, ну, эти, и на базу оборудования, и в сорок, там, какой-то, сорок четвертый цех. Вот, ну, то бишь, завод уже знала хорошо все цеха, людей, очень много новых, конечно, ну, и узнала производство. Тогда же отлично проходили смотры художественной самодеятельности. Разве это не здорово, когда люди, отойдя от станка, скажем, идут попеть песни, почитать стихи, что-то там еще. А потом, когда сами что-то сочинили, еще и о родном предприятии, так это же вообще классно, прекрасно. Деньги-баксики над головой кружатся, но в карман они нам вовсе не ложатся, и от прибыли не спрятаться, не скрыться. ППЛ-овцы, она нам только снится. Ну, прибыли. Снится в наши карманы. Ну и так далее. А вот про мастера, кстати, ладно, вот еще один куплетик спою. Пластикатов мастер сменный, пластикатов мастер сменный, высший класс, высший класс. Он решит за нас проблемы, он решит за нас проблемы. И за вас, и за вас. Общий стаж работы ветерана сен-химпласта Галины Бачковой на химическом комбинате составляет 32 года. После выхода на пенсию началась ее новая жизнь, например, интересная и насыщенная бурная деятельность в Совете ветеранов. Ну, в общем, работа закипела, вы не говорите так, что сразу, значит, мы же возили людей в разные походы ходили. И на Писарево, и на однодневные походы, и на Братское море вывозили, и на Байкал возили. В этом году имя Галины Бачковой занесено в книгу почута Совета ветеранов. Координатор клуба «Поиск», председатель городского клуба «Надежда», который в прошлом году занял второе место в областном конкурсе, Галина Бачкова – замечательный организатор и талантливый творческий человек. Мы, значит, говорим и о актерах, о художниках, артистах, певцах. Ну, в общем, потом, ну, вот Иван Иванович Шишкин, вот это буквально вот когда прошло, вот с января этого года. Праздники здесь же мы также отмечаем, День матери, День пожилого человека. В общем, вот, говорю, ну, жизнь бьет ключом. В общем, все это интересно, все это здорово. Порой удивляюсь, делится наша героиня, как меня на все хватает. Ведь помимо общественной деятельности и на даче надо успеть поработать, и домочадцев вниманием не обделить. Кстати, в браке Владимира Галины Бачковы более 40 лет. Двое сыновей подарили замечательных внуков. Внучечка может себе немножко сказать в том плане, что она уже у нас идет первый класс нынче. Уже большие мы стали. Вот. А потом, а старший самый внук, вот, говорю, закончил в прошлом году и поступил в Санкт-Петербург. Учится на летчика гражданской авиации. Я очень горжусь этим. Два внука еще в этом году заканчивают 9 классов. Один в Иркутске, один вот здесь в Саянске. Счастье, когда ты, говорит, вспоминаешь Бога не только тогда, когда хочешь его о чем-то попросить, а когда тебе хочется его поблагодарить. Я думаю, ну как правильно сказано. Ну а вообще, конечно, в семье, в детях, во внуках, и дождаться правнуков, вот оно будет полное счастье. Ну здоровье нужно обязательно для счастья. Обязательно должно здоровье быть в любом возрасте. Я не могу сидеть на одном месте, люблю путешествовать, ведь жизнь такая интересная, делится Галина Прокупьевна. Мы принимаем участие везде, во всем. Поэтому советую не сидеть дома. Кто заскучался, засиделся на пенсии, вот, что надо ходить, искать вот эти пути, где люди встречаются, где люди общаются, как они проводят время. Это же вот, судяки, какая красота. Мы на стадионах везде. Ну это вот наш клуб «Надежда», где мы это. Это, а, в ДК не проходит ни одно мероприятие. Она гордится тем, что в молодые годы, несмотря на вал работы и обязанностей, заочно закончила ПЕТ-институт, овладела навыками искусного вождения автомобиля. Гордится, что имеет много друзей, и нередко встречи одноклассников проходят в ее доме до столь радушно, что никто не замечает, что яблоку на этих собраниях негде упасть. Гордится, что, несмотря на недуги, удается держать себя в форме, благодаря физкультуре и душевному настрою. Любитель бани и хороших компаний, удивительно радушный человек, Галина Бачкова не отпустит гостей голодными и без подарков. Мы с Олечкой приглашаем вас в наш сад-огород на балконе. Мы каждый год с ней выращиваем огурчики балконные. И она приходит, когда в гости. Да, Олечка? Это мы что делаем с тобой? Ты ходишь, смотришь, да? Выросли огурчики или нет? Первые урожаи пока не пойдут на дачах хорошие огурцы. Так? Ну, молчу я. А на пороге лета, значит, столько планов и мероприятий впереди. Например, посетить Байкал и съездить на Аршан. Да и внучку в первый класс пора готовить. А сколько будет теплых встреч с друзьями и подругами, не пересчитать. И не хочется зацикливаться на проблемах и неурядицах, ведь жизнь такая интересная, что хочется с благодарностью прожить каждый новый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова